Сегодня у меня в гостях замечательная художница Евгения Гопчинская, которая покажет комплекс упражнений, помогающий справиться с некоторыми проблемами детского здоровья, такими как искривление позвоночника, плоскостопие и даже гиперактивность. Прежде чем мы начнем заниматься, я хочу тебя обнять. Спасибо, что пришла в гости. Спасибо. А также у меня в гостях сегодня наши постоянные зрительницы. Оксана с сыном Артемом. Артемушка, привет! 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 И Ирина со Снежаной. Снежанка, привет! Здравствуйте! И Оксана, и Ирина писали на форум нашей программы и интересовались теми комплексами упражнений, в том числе и из йоги, которые помогут решить детские проблемы со здоровьем. Расскажите, пожалуйста, о своих детишках, девчонке, а потом Женя расскажет, чем мы сможем помочь. Да? У меня ребенок очень активный. Несмотря на то, что мы занимаемся еще и художественной гимнастикой, все равно у нее силу выше крыши. Да, Снежана? Да, я даже на пустом месте хочу. Даже дома хочу повыкабеливаться. А мама тебе когда-нибудь говорит, Снежана, ну успокойся, пожалуйста. Да. А ты что говоришь? Не могу. Не могу? Хочу заниматься. Хочу заниматься. Ноги сами не сдержаются. Не сдержаются ноги? Тогда точно нужно делать специальные упражнения. И Женя обязательно расскажет, какие. Оксана, расскажи, пожалуйста, об Артеме. Мы хотим каким-нибудь заниматься спортом, потому что ребенок подрастает, хочется как-то физически его развивать. Ну и чтобы укреплять здоровье, потому что такие проблемы, как плоскостопие, надо как-то решать каким-то образом. То есть поставили диагноз плоскостопие, да? Артем, я смотрю, ты тоже очень любишь двигаться, да? А сколько тебе лет? Четыре. А ты большой, я думала, тебе шесть лет. Может, шесть? А своей дочурке ты показывала эти упражнения? Она занимается йогой? Конечно. Мы с ней это вообще часто раньше делали вместе, но так как ей уже 20 лет стукнет скоро, то она теперь занимается отдельно, я отдельно. Ну что же, давайте попробуем заниматься все вместе, потому что эти упражнения полезны и взрослым, и детям. Продолжается наша неделя йоги, и сегодня мы занимаемся с Евгением Гопчинской. Мы готовы, да? Артем, готов? Да. Снежана, готова? Умнички. Первая очень простая поза, но она очень эффективная, очень действенная. Это поза дерева. Вот Снежана уже знает, что такое поза дерева. Ну вот Артем сейчас великолепно повторит. Вот это упражнение, которое называется поза дерева, оно как раз поможет деткам продержаться сконцентрированными и спокойными в течение 30 секунд. Вот эта поза как раз она способствует и исправлению плоскостопия, то, что у Артема. Так, ну что, поехали. Берем правую ножку в ручку, отводим ее в сторону. Я уже не могу удержать равновесие. Вот вы начинаете искать равновесие и начинаете чувствовать свод стопы. И он становится вот тем корнем, которое у дерева всегда должно быть и есть. Но для упрощения можно ее поставить вот в области колена. Да, как я сделала. Да, ставьте там, где вам проще. Ручки ставим вверх и надо найти любую точку перед глазами, на которой вы можете остановить свой взгляд и успокоиться. Почувствуйте себя именно спокойно стоящим деревом. Спокойно опускаем ручки, берем ножку и ставим на место. Мне нравится позиция Артема. Без того, чтобы делать самому, он смотрит на замечательного ангелочка, который на Жениной картине чудесно делает эту позу. Давай попробуем, Артемушка, давай. Ножичку вот так. У кого какая лучше получится. А теперь ручки вверх. О, вот молодец. Какое хорошенькое деревце. Эта поза еще очень как раз хороша тем, что она помогает именно психологически найти вот эту точечку успокоения. Конечно, потому что невозможно ни о чем думать. Все время только о том, как удержаться. Умнички, как красиво. Вот, отлично. То же самое делаем на другую ножку. И все. Поза героя это достаточно сильная, достаточно сложная поза. И она вообще укрепляет весь мышечный корсет, усиливает очень кровообращение и тоже имеет такой успокоительный эффект. Как и все позы в йоге, потому что они позволяют сосредоточиться. В общем-то да. А смотрите, а ангелочек на картине Жениной уже сделал позу. Да, Снежан? Опа, и Снежана. А ты признайся честно, ты йогой занимаешься, Снежана? Нет. Нет, а получается. Значит, спокойненько делаем прыжком. Ноги чуть шире плеч. Потом поворачиваем одну ногу направо, чтобы она носочком смотрела полностью направо. А вторую ногу под 45 градусов. Молодец, Артем. Разворачиваем корпус вправо, ручки над головой. Колено сгибаем и смотрим вверх на наши ручки. Шею, по возможности, не зажимаем между плеч. То есть старайтесь лопатки отвести, чтобы плечи раскрыты были. И смотрим на ладошки вверх. Вот начинаем потихонечку дрожать, потому что задняя нога напряжена, передняя тоже напряжена. И дышим. Хотя бы 4-5 вдохов-выдохов. Дышим, вытягиваем позвоночник. Ручки опускаем вниз. То же самое делаем на другую сторону. Снова повторяем, только в другую сторону. Дышим глубоко, спокойно. Чувствуем поверхность ног мышечную. Все, подышали, возвращаемся. Явно эти упражнения и родителям, и детям хороши. А как вы думаете, Артем, Снежана, что такое поза танцовщицы? Как себе представляешь танцовщицу? Вот так вот. По-моему, очень даже неплохо. По-моему, Снежана настоящий йог в душе. Посмотрите, что она вытворяет. Ну все. Начинаем справа, как обычно. Берем ножку за ступню. Левую руку вперед. И стараемся по возможности отвести ножку назад. Отводим, отводим, отводим. А корпус наклоняем? Да, потихонечку, конечно, наклоняем, чтобы удержать равновесие. В этой позе укрепляются мышцы ног. Чувствуете, дрожит одна нога? Та, которая... Стоит. Да, та, которая стоит. Они летают. И укрепляются мышцы рук, растягиваются, мышцы ног растягиваются. И позвоночничек хорошо работает. Вот у моей дочки Настюши был сколиоз. Мы очень долго лечили это искривление позвоночника. Тут спасла йога, и в том числе и это упражнение. И еще так чувствуется, при таком упоре на стопу развиваются мышцы, которые помогут избавиться от плоскостопия. Конечно. Попробуем на другую ногу? Да. Попробуем. Мамы, а вам как? Нравятся эти позы? Да, очень. Очень. Впечатляет. Ир, по-моему, ты тоже занимаешься гимнастикой? Нет, легкой атлетикой занималась. А, ну. Так, давайте в другую сторону. Делаем в другую сторону, стараемся найти равновесие, устойчивое положение. И вытягиваем, оттянуть ножку, оттянуть ручку. Артемушка, сейчас я приду к тебе на помощь. За тебя же получается, смотри. О, давайте вот похлопаем, какой молодец Артем. Так, теперь все опускаемся на коврики. У нас будет очень веселая поза, которую любят делать все детки. Сели, расправили плечики. Лопатки стараемся отвести. Выровнялись и просто попытаемся оторвать ножки от пола, вытянув руки вдоль туловища. И потом, если удается, вытянуть ножки и удержать. Ну вот, стараться не округлять спину. Ну, Женечка, ты понимала, что это непросто и позволила вот этой милой девочке спинку чуть-чуть округлить. Ну да, это у нее там рубашечка просто такая. А, все, я поняла. И не с ровной спинкой. Ну я однозначно, вот если бы были ноженьки покороче. Вот, вот так вот можно. Ага. Работает просто прессик. Это упражнение хорошо влияет на людей, которые беспокойные, которые страдают бессонницей. Мы учимся контролировать все свои мышцы, а заодно и подтягиваем. Это для мамочек хорошо. И чувствуешь все свои мышцы. Да. И для мамочек, и для попы это хорошо. Вот. И для живота это хорошо, и для ручек это хорошо. Так, ну что, теперь мы делаем позу Кузнечика. Ложимся на животик. Там Кузнечик заснул у тебя на картине. Вообще, все преподаватели йоги, они просят закрывать глазки. Вот надо, найдя равновесие, прикрыть глаза. Поза Кузнечика. Эта поза хорошо способствует пищеварению. И это своего рода массаж внутренних органов. Очень мягкий и очень спокойный. Ручки отводим вдоль туловища, поднимаем. Ножки поднимаем. Пытаемся всю-всю-всю себя поднять. И остаться только на животике. Что, Занька? А рученьки поднимай. Молодец. Ручки отрывай и ножки отрывай. Ножки-ножки отрывай. Молодец. Ну как, Оксан? Да, тяжело. Напряжение в руках, в ногах и как-то по всем теле, как струночка. Ну мне кажется, если научиться делать самим, то тогда проще уже и детям рассказывать. Да, конечно. Так я не умею. Ну что, Артем, может у тебя вот эта поза получится? Кстати, когда вы приходите с работы и вас все за день издергали и раздергали, вот, хорошо бы зайти в тихую комнату и сделать вот эту позу в течение 10 минут. Ну мне кажется, у тебя же не бывает таких ситуаций, когда ты злишься или ты издерганная, потому что ты занимаешься любимым делом? Естественно, по-всякому бывает. Я обычная мама и женщина. Я на самом деле пользуюсь вот этим вот упражнением, когда прихожу вечером домой. Перед тем, как пойти готовить кушать, убирать и работать потом дальше в том числе. А я вижу для себя опасность в этом упражнении. Почему? Заснуть? Да. Не получится. Ну что, пробуем. Да, эта поза называется поза эмбриона или поза ребенка. Она как раз вот тем и хороша, что мы находим вот то успокоение, которое у нас было, когда мы были такими сладкими малышами, у нас не было вообще абсолютно никаких проблем. Ложимся потихонечку вперед, грудную клеточку стараемся класть на колени, попочку прямо на пятки. Ложимся, ручки стараемся вдоль туловища вытянуть и успокаиваемся. Закрываем глазки. Пару минут на одну сторону головку повернули, шею расслабляем, спину расслабляем, ножки расслабляем. В голове все мысли отпускаем. Потом поворачиваем головочку на другую сторону, на другое ушко кладем. Стараемся себя как бы выстелить в этой позе. Мягкость почувствовать. Плечи расслабляем, шею расслабляем. Очень хорошо растягивается область таза, расслабляется. Вот так полежали. Вроде как уже после такой позы как-то странно выходить и орать на всех. Да. Вот. Это поза. Покой в семье, не только во внутреннем состоянии мамы. Что, Снежаночка, ты хочешь что-то сказать? Какая ты умничка. А какое тебе понравилось больше всего упражнение? Вот так, танцовщицы. А тебе, Артемушка, какое понравилось? Опа! Мама, поделись впечатлениями. Ира, как тебе? Очень понравилось. Особенно последние упражнения. Так и не хотелось вставать. Да, мне понравились все упражнения. Как-то чувствуется, как тело. Начало работать. Да, да. Ну, расправились и плечи, и ноги так чувствуешь. И в то же время ты не чувствуешь такого особого напряжения. И мне кажется, самое главное в этих упражнениях то, что родители могут заниматься вместе с детьми. Будьте здоровы! Привет, Ютуб! Хочешь отличную фигуру? Тогда подписывайся на наш канал, и мы будем заниматься с тобой вместе.